Петербуржцы выбирали депутатов городского парламента и Государственной думы. Жители Красногвардейского также приняли участие в едином дне голосования. В Красногвардейском районе с 8 утра до 8 вечера работали 136 избирательных участков. Жители шли голосовать с самого открытия, а к полудню даже образовались очереди. Впервые с 2003 года выборы в стране проводились по смешанной системе. Депутаты шли не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Информация по всем партиям и кандидатам на участках была, но голосующие все равно обращались за разъяснениями к членам комиссии. Безопасность на участках обеспечивали сотрудники полиции, а доступность для маломобильных граждан – соцработники. У нас, в частности, есть три инвалида по зрению, даже сотрудников нашего учреждения. К ним прикрепили, так скажем, помощников, да, из числа тоже сотрудников. И сегодня мы им, конечно, помогли добраться до пункта голосования. Юрия Сорокина в 628-ю гимназию привезли голосовать на спецавтобусе с подъемным устройством. А дальше спортсмену-колясочнику помощь не понадобилась, справился самостоятельно. Благой заезд здесь пологий, и проемы широкие. И с выбором кандидатов у юноши проблем тоже не возникло. Я вижу, как работают люди, меня это полностью устраивает, я за них дальше голосую. Администрация района предоставила возможность для голосования на дому всем, кто изъявил такое желание. Трудностей при выполнении процедуры не возникло. Это не первые выборы, когда представители маломобильных групп населения активно пользуются правом голоса.